Управление подвижного состава, как всегда, долгие годы уже, можно сказать, трудится над разработкой и новых типов, видов и моделей транспортных средств. В принципе, сейчас этап, когда уже от количества надо переходить к качеству разработок, так и изготовленной продукции. И нынешний кризис, он однозначно нас точно не убьет, а сделает нас сильнее. Прежде всего, потому что мы себе сейчас позволили больше времени уделить, либо сфокусироваться на тех проектах, которые нам будут нужны в ближайшее время. Из машин, разработанных ранее, на модернизации плана находится один юнибус. Ее решено довести до конца, потому что уже почти все сделано в зоне разработки. Модернизация остальных транспортных средств пока отложена. И если по новым разработкам, то это фокусировка на двух основных проектах, которые будут иметь реализацию уже в текущем году. Это пассажирский юнибус на подвесном исполнении на 25 пассажиров. И вторая машина – это юниконд для перевозки морских контейнеров 20-40 футов. Этот проект уже достаточно долго идет, но чтобы понимала наша аудитория, мы не топчемся на месте. Это, можно сказать, сейчас уже будет третья версия. То есть первые две модификации разработаны в полном объеме, но они не были доведены до окончания производства. И по ходу разработок, по ходу движения проектов мы уже работаем в постоянно динамично изменяющихся условиях. Если даже посмотреть историю любой отрасли технической, в том числе и транспортной, но если бы развивали только железную дорогу, забыв про автомобильный транспорт, наверное, нас очень сильно ограничило на данный момент. И разрабатывать что-то одно, не уделяя внимания чему-то другому, это, скажем, не даст нам возможности одновременно удовлетворить потребность всех потенциальных заказчиков. Мне даже удивительно, в принципе, слышать про длительные сроки разработки, потому что каждая модель, если говорить про подвижной состав, каждая из этих моделей разработана в срок гораздо ниже ожидаемого в среднем по транспортной отрасли. При том, что у нас каждый проект, он уникален, он на 80-85%, а то и 90%. Есть машины, которые просто не повторяют предыдущий накопленный опыт в классических отраслях. Ну что, там опыт 100-200 лет где-то, и каждая новая модель, это, по сути, модификация, в принципе, предыдущая. Хотелось бы отметить, если бы мы каждую разработку обязательно доводили до железа, то сроки разработки были бы еще больше, и это были большие колоссальные и материальные затраты, потому что иногда вполне достаточно в данный момент разработать модель, провести ее виртуальную валидацию, понять, что с ней все будет хорошо, и когда рынок ее попросит, потребует, в нем будет необходимость для адресного проекта, то разработка этих проектов актуализируется, и в ускоренных темпах будет доведена до окончания, до готовности стать продуктом. То есть, с одной стороны, это реализация собственных идей, улучшающих конструкцию машины, с другой стороны, каждая из последующих модификаций, она лучше отвечает внешним требованиям, предъявляемым нам стороны транспортных комплексов и тех адресных проектов, которые уже прорабатываются. Ну, какого-то стопорения производства, как такового, у нас не наблюдается. Все службы производственные, все работают в необходимом на сегодняшний день режиме. Мы идем по коридору нашего нового прекрасного светлого офиса, в который мы недавно переехали, где у нас управление подружного состава занимает целый пятый этаж. Предлагаю зайти для начала в КБ-шасси, посмотреть их разработки. КБ-шасси – центр максимально инновационной деятельности в рамках управления подружного состава, где происходит разработка тяговых модулей транспортных средств SkyWay, систем обеспечения движения, антисходовых систем. Говоря про затянутые ожидания продукта и предложения начать с грузового сегмента, да, предложение разумное и оно некоторое время назад обсуждалось, но было принято решение все-таки уйти в параллельную работу, ибо, да, легче, да, проще, но все-таки это другой транспорт. И, имея грузовой самосвал, ну, какая-то компания, да, производящая грузовые самосвалы, вот так вот в один день заявить, что окей, теперь мы делаем люксовую пассажирскую технику, ну, или наоборот, не люксовую, а там для широкого круга потребления бюджетную легковую технику, ну, вызовет определенное недоверие, наверное, и скепсис, придется подтвердить это все равно в любом случае. Курс, принятый все-таки на широкий сегмент, он в перспективе выглядит правильно. Да, это оттягивает возможный результат, но где гарантия, что, имея хорошую грузовую систему, нам бы заказали тот же Unibike? Ну, это один аспект, а второй момент, говоря про Unicom, здесь нужно оценить еще масштаб тогда необходимых финансов. Ретроспективно, если смотреть от нас, от наших самых первых проектов, это был Unibike, легкая техника, легкая, соответственно, дешевая. Я не про подвижной сейчас состав даже говорю, а про, собственно, саму дорогу, инфраструктурную часть, где масса, главным критерием является масса равно деньги, собственно говоря. И дальше уже развитие, если посмотреть, оно все больше и больше на более высокий тоннаж. Вот это основные проекты, и ближайший, ближайший, который уже собирается в железе на производстве, это самоходное шасси Unibus на 25 тысяч пассажиров. То есть, как бы, на его базе разработано изготовленное самоходное шасси. Ну, для чего это нужно? Прежде всего, отработать основные системы, которые будут использованы уже, собственно, в самом транспортном средстве, уже в его коммерческой версии. Ну, например, даже сейчас уже в рамках этого самоходного шасси мы сможем отработать на ней, проверить полноценно в работе, в живых условиях элементную часть от Unicorn, который выйдет к концу года. Это тяговый электропривод, это его двигатели, его накопители энергии, его бортовое зарядное устройство и так далее. Говоря про прорывы и достижения, ну, я бы хотел сказать, где-то без ложной скромности, что, ну, тут на экране показано весь наш подвижной состав, это и есть наш прорыв, да, то есть за пять лет, я со счета сбылся, сколько моделей, моделей полноценно, сколько транспортных средств, одиннадцать или двенадцать, за пять лет в железе работаю еще. Играет музыка Какой-то один из них вот тем бриллиантом, который затмевает всех остальных, ну, я не могу. Каждый отрабатывает свою зону, каждый по-своему, а, уникален, б, красивый. В перспективах же, ну, мы видим сейчас, ну, наверное, одну пятую часть в лучшем случае всего многообразия задуманных транспортных решений, я имею в виду моделей транспортных средств. Делая правильный выбор, каждый раз доставая из проектов, из идей очередной модели, это наш план на будущее. Плюс, конечно же, ждем тот самый выбор, ту самую модель, которая пойдет в продажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова